Да на площади люди гурьбой, нынче здесь праздник большой, праздник ярмаркой назвали, весь район сюда созвали, можно песни с нами петь, а можно просто посмотреть. Первая осенняя ярмарка состоялась в селе Ермолаево. Ее участниками стали не только предприниматели Куэргазинского района, но и собственники подворья, реализующие свою сельскохозяйственную продукцию. Места всем желающим были предоставлены бесплатно, с единственным условием – товар должен быть качественным. Ассортимент продукции был широко представлен зерном, молочной продукцией, мясом говядиной и птицей, медом, меньше – картофелем и бахчевыми. Торговля шла достаточно бойко, и некоторые продавцы буквально уже через час подсчитывали выручку. Ярмарка – это хорошее дело, конечно. Я сегодня пришла на ярмарку, продала я сметану, творог продала, молочка продала, тысячи рублей сделала. За час это все сделала. Сейчас у нас служили, я в церковь иду. Это хорошая вещь. Не вещь, а хорошее дело. Ярмарка. Я бы хотела, чтобы каждую субботу делали ярмарку. И зимой, и летом. Всегда. Люди приходили, здесь продавали. Сергей Зарубин выехал на ярмарку впервые. Он уже много лет занимается выращиванием винограда на своем участке. Вкусно? Очень. Я говорю, климат что ли меняется, у нас виноград растет. Просто уметь надо. Еще в 19-м веке, даже в 18-м, монахи на Словенских островах, это Белое море, выращивали виноград. И сегодня решил реализовать излишки урожая, а заодно и пообщаться с односельчанами и коллегами. Ярмарку выехал фактически первый раз. Даже хорошая починка. В принципе, у многих излишки остаются, чем в город везти, деньги платить, буквально. У кого-то мелочь, он считает, что у меня мелочь. Но я выехал, время свободно выдалось. В самом начале сентября еще недостаточно представлена овощная продукция. Но покупатели этой ярмарки приобрели то, что запланировали, и довольны своими покупками. Кумертау не каждый раз ездим. А здесь я жду за рядышком, мы все разберем. Всегда обычно здесь набираем. А как считается, из продукции по ассортименту чего не хватает на ярмарке? А Бог ее знает. Кому что ведь надо. Мы самое главное берем. Масло берем, мед берем, мясо здесь берем. Разумеется, эта ярмарка не последняя. И хочется надеяться, что на последующих ассортимент будет пошире и покупателей побольше. Елена Камская, Владимир Кузьмин. Новости.